Давайте подробнее посмотрим, как я делала Винкс. По тому же принципу можно сделать практически любую героиню. Лицо я делаю при помощи молда. Это намного быстрее и намного проще. Форму лица обязательно нужно поправлять. Конечно, если лица всегда будут одинаковыми, потому что один и тот же молд, это неинтересно. Но на основе этого молда очень легко поправить, например, форму подбородка, форму щек. Остается только практически нос и губки. Все остальное можно исправить. Дальше делаем глаза. Глаза можно было бы нарисовать краской, но я делаю их из глины. Это позволяет сделать их более фактурно. Мне так больше нравится, как это выглядит. Особенно, конечно же, ресницы. Я бы не сказала, что из глины лепить как-то сложнее, а рисовать легче или наоборот. Мне кажется, примерно одинаково. Все равно нужны тонкие движения. Нужно сделать это очень аккуратно. Если бы мы красили это, нужно было бы взять очень тонкую кисточку и тоже так же очень аккуратно рисовать. Даже, наверное, из глины это делать легче, потому что глина не жидкая, она не растекается. Приступаем к волосам. В этот раз перед тем, как делать волосы, я обожгла лицо. Ну, чтобы его уже никак не задеть, никак не испортить, чтобы больше не было в нем пылинок. Можно делать и так, и так. В этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Каждый раз я делаю по-разному, иногда я не обжигаю предварительное лицо. Конечно, у Винкс очень классно, что можно много применять блестяшек. Я люблю блестяшки. Блестяшки накладываем отдельно и потом аккуратно берем, встряхиваем глину и накладываем уже на волосы, чтобы не попали отдельные лишние блестяшки на волосы. Сейчас цвет кожи отличается, потому что я обжигала лицо. Ну, когда мы еще раз обожжем уже всю работу, цвет сравняется. Здесь я продолжаю делать на плоскости, но обычно в этот момент я уже переношу декор на кружку. Легче все-таки пораньше перенести декор на кружку, чтобы он уже имел изгиб. Опять блестяшки накладываю не на самой работе, а рядом с ней встряхиваю и переношу на декор. С блестяшками есть такая опасность, что они будут везде, на всех деталях. Это не очень аккуратно и некрасиво. Разнообразим волосы косами. И делаем в волосах разного цвета косы. Можно было добавить еще волосы, нюансов разного цвета, но здесь я опять же это делать не стала. Протираем глину жидкостью для снятия лака. Это убирает все лишние пылинки. Прицепляем косы очень тщательно. Аккуратненько распределяем и обрезаем лишнее. Здесь главное, чтобы косы были очень аккуратные. Либо ровные, либо, например, они могут идти на утолшение и утоншение. Это тоже интересно. Но главное, чтобы это было все очень плавно и без перебора. Чувство меры это, конечно, самое главное в искусстве. Еще раз смотрим, чтобы все было аккуратно. Поправляем неровности и запекаем декор вместе с кружкой. Запекать нужно на той температуре, которая указана на вашей глине. Либо на той температуре, которую вы выяснили опытным путем. Обязательно покрываем лаком те части, где были блестяшки или краска. Вопросы по кружкам в инстаграм. Подписывайтесь на мой тикток и на мой телеграм. Всем удачи в творчестве!